приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня радуйся славный град москва и радуйся вся земля русская потому что мы чествуем святого благоверного князя даниила московского он же и благоверный он же и преподобный к слову потому что в конце жизни принял монашеский постриг и кстати изображают его на иконах поэтому в монашеской шапочке куколек вот как в те времена древние стародавние времена носили монахи такие вот куколи шапочки которые покрывали голову вот так вот изображается святой даниил московский и именно он стоит у истоков града москвы как града который собирает вокруг себя земли русские то есть святой даниил московский это первый собиратель земель русских собирал вокруг чего вокруг града москвы он положил основание династии московских князей и он как такое вот звено между тоже великими святыми правителями он сын святого александра невского благоверного очень умудренного от бога правителя который своими мудрыми рассудительными чуткими действиями смог сохранить вот свое княжество ну и в общем то баланс в россии сохранял потому что с монголо татарами было еще тяжело воевать но нужно было давать отпор а так сказать вот тем кто запада со стороны западной цивилизации пытался вторгнуться на русь и вот святой даниил он сын святого александра невского и сам святой даниил он отец знаменитого князя ивана калиты который также кстати прославлен в лике святых мало кто знает что сын даниила московского иоанн калита не так давно в 2001 году прославлен в лике благоверных князей и конечно если вот так вот сразу охарактеризовать святого даниила московского вот чем он выделялся а он действительно выделялся потому что был необыкновенно смиренный и кроткий блаженной кротки ибо они наследуют землю и действительно вот ну скажем так отец его александр невский он был такой мудрый политик который когда нужно действовал силы меча и когда нужно он применял такую вот чуткую дипломатию а святой даниил он был мудрый правитель пусть и небольшого княжества но полагал такой вот кротость миролюбие потому что он старался примерять князей другие вот все время в каких-то там рознях да там постоянно делили свои уделы были недовольны и пытались все это вот как-то переделывать и вступали в битвы а кто их примерял пытался примерять их именно святой даниил московский и вот такой кроткий миролюбивый правитель который конечно тоже вынужден был иногда брать в руки меч он стоит во главе московского княжеств и вообще все истории вот дальнейшие связаны с градом москвы как центром русской державы к великому сожалению ему было всего лишь два года когда отец его почил да святой александр невский как мы знаем возвращаясь из золотой орды вот на обратном пути почувствовал себя плохо и отошел ко господу поговаривали что даже его отравили но вот была такая традиция что когда наши князи отправлялись в золотую орду поскольку путь был очень и очень опасный и можно было там уже по пути погибнуть или умереть от какой-то болезни куча эпидемий да непонятно какую воду пьешь и вот чем-то заразиться и в самой орде можно было погибнуть запросто то князья наши отправляясь золотую орду они уже писали завещание и вот по этому завещанию князя александра невского даниилу уже полагался ну пусть небольшой такой удел это именно город москва это был окраинный городок владимирского княжества городок очень незначительный но святой александр может быть сам того не зная вручает своему младшему сыну святому даниилу город который стал впоследствии самым славным городом на руси конечно даниил не мог помнить своего святого отца но ему сопутствовали молитвы ему сопутствовало благословение своего святого родителя и вот когда конечно отпевали князя александра да отпевал его на митрополит кирилл во владимире и тогда вот и святитель кирилл он произнес с такой печали скорбью чада закатилась солнце земли русской а люди в такой же печали отвечает ему да уже погибаем но произнесли они это совершенно напрасно потому что был уже такой же вот святой князь который потихонечку возрастал потому что господь не оставлял русский народ господь являл свое благословение и вот через сына александра невского даниила дана была новая вот династия уже московских великих князей и в этом мы видим удивительный промысл божий но конечно в то время никто еще не мог понять промыслы божий потому что человеку судьбы божие непостижимы и вот если представить как относились старшие братья ведь даниил он был четвертым да среди вот братьев своих самые младшие последние то конечно они посмеивались потому что их младшему брату вудел какой-то там захолустный городишко ничего не значащий который не представлял собой совершенно никакого значения в государственной политической жизни того времени и вот они посмеивались а святой даниил в это время как он ну он еще маленький ребенок и он конечно же воспитывался мамой и вот тут очень повезло что сама его мама она тоже кстати вот прославлена в лике святых потому что она была очень благочестивой женщиной супруга почившего александра невского и и кстати звали александра получается что родители святого даниила александр и александра такое редкое совпадение но вот как перед смертью святой александр невский успел принять монашеский постриг в схиме он алексей вот так и мама даниила александра она перед смертью тоже принимает монашеский пострики она нам известно, как святая Васса, и она похоронена была во Владимире, в Успенском княгинином монастыре. А почему именно там? Потому что вот пока был маленький Даниил, конечно, никто его не мог отпустить в Москву, и он возрастал при дворе своего дяди Ярослава Ярославича, тот был великим князем, ну тогда великое княжество находилось во Владимире, и вот там он возрастал, и, наверное, вот именно характер мамы, его святой, он очень повлиял на миролюбие и кротость святого Даниила Московского. И прошло около лет десяти, когда, ну хотя бы немножко вот Даниил повзрослел, подрос, и после этого он уже как раз отправляется в город Москву, до этого управлялся город Теунами, представленный от великого князя, а тут как раз почил вот его дядя, великий князь Владимирский Ярослав Ярославович. Ну и, соответственно, Даниил приступает к самостоятельному княжению, и, в общем, если сказать прямо, о чем он заботился больше всего? О том, чтобы жизнь людей, населявших город Москву, была спокойной и безопасной. То есть, князь Даниил старался вот не вмешиваться специально в какие-то вот удельные разборки, специально не захватывать какие-то вот дополнительные земли, да, а тем более не призывать монголы-татары себе в помощь. Это вот, к великому сожалению, так поступали очень, ну не то, что многие, но те князья, которые как бы выбивались в лидеры, и для того, чтобы укрепить себя, начинали вот приглашать себе в поддержку монголы-татары. Ну, представляете, какие от этого шли вот разорения русской земли. А святой Даниил, он старался вот именно созидать вот свою вотчину, свое княжество, и из-за того, что более-менее жизнь, ну, конечно, не сразу, но на протяжении десятилетий она так складывалась, когда люди увидели, что жизнь в Москве более спокойна, чем в других княжествах, то они стали туда вот сами стекаться. И чем знаменит святой Даниил Московский? Он создает вот первый монастырь в городе Москве. Этот монастырь был посвящен его небесному покровителю, святому Даниилу Столбнику. Он был назван в честь святого Даниила Столбникой. На печати благоверного князя было именно изображение святого Даниила Столбника на столбе, а это удивительный святой, который когда-то взошел на столб, то есть, понимаете, очень ограниченное пространство, да, ты не можешь никуда уйти с этого столба. Но благодаря вот так духовной жизни он возрос до необыкновенной святости, и святой Даниил Московский, он в каком-то смысле вот уподобился Даниилу Столбнику. Почему? Потому что город Москва, он тоже был очень ограничен в таком вот пространстве, да, но путем духовной жизни, путем милосердия к людям, которые населяли княжество. Это вот потом и легло, кстати, в основу политики московских князей, вот стараться делать привилегии для людей, чтобы всегда вот привлекать вот новых поселя, новых жителей, которые стекали с город Москву. Вот за счет этого святой Даниил, он как бы тоже создает свой такой вот столб духовный, который простирается уже от земли до неба, и все чувства и святость святого Даниила начинают сюда собираться. И вот он основывает монастырь в честь святого Даниила Столбника. Там же, конечно же, основывается и библиотека. Это была первая библиотека в городе Москве. Он строит уже первые каменные храмы, он строит храм Спаса на Бару, он строит еще Богоевленский монастырь. То есть он с сердцем относится, с душой относится к своему княжескому уделу. А что же другие князья? А другие князья и ведут себя по-другому. Вот посмотрим мы на старших братьев святого Даниила. А ведь они тоже сыновья Александра Невского, благоверного князя. И вот эти старшие сыновья, самый старший Дмитрий Александрович, затем шел Андрей Александрович, они как бы выделялись. И вот они постоянно друг с другом спорили, враждовали, воевали. И что получилось? Что первоначально князь Дмитрий, он, ну ему как по старшинству, ему великокняжеское правление было выделено. И он в городе Переславле. Переславле, Залезский, в то время это был очень великий город, очень значимый город. И, значит, у него, вот у князя Дмитрия, были всевозможные склоки с Новгородом. Конечно, новгородцы не во всем были правы. И когда князь Дмитрий, он укрепился, то он решил пойти войной на Новгород. Ну и святой Даниил, может быть, в избежание кровопролития, которое могло произойти. Может быть, еще были какие-то, конечно, еще дополнительные причины. Но он в тот момент поддержал именно новгородцев, да, еще поддержал также Тверского князя. И они пошли навстречу с войском князю Дмитрию. А тот, укрепившись, занял город Дмитров. Дмитров это тоже был такой серьезный центр. И вот подойдя, что не произошло битвы, а потому что они стали вести обсуждение. И вот на этом обсуждении святой Даниил, он, конечно, уговаривал князя своего старшего брата Дмитрия решить как-то дело миром. Их действительно удалось обойтись без пролития крови. Был заключенный договор, и все возвратились в свои уделы. Вот это было первое такое событие, когда проявилась миротворческая деятельность святого Даниила Московского. Если посмотреть вот чисто внешне, получилось так, что святой Даниил, он вроде бы противопоставлял себя самому старшему брату Дмитрию Александровичу, но на самом деле нет. И вот когда чуть прошло вот время, и вдруг другой их брат, князь Андрей Александрович, решил захватить великокняжеский престол и пошел против Дмитрия, то тогда святой Даниил поддерживает именно князь Дмитрия, принимает его в сторону. То есть как вот совсем недавно вроде он противостоял ему, да, но удалось преодолеть кровопролитие. А теперь он, наоборот, он становится на сторону князя Дмитрия, чтобы его поддержать в этой трудной ситуации. И поначалу за счет тоже поддержки князя Даниила удалось обойтись без кровопролитий. То есть святой Даниил, он старался решать все эти вопросы без лишних сражений, без лишних кровопролитий. Хотя, когда нужно, он, допустим, помогал Тверскому княжеству в отражении нашествия со стороны литовцев, и удалось, в общем-то, отстоять Тверские земли. Да, то есть иногда все-таки он брал в руки меч. Нельзя говорить, что он совершенно ходил абсолютно без меча. Он был все-таки князем. Князь это и такой военный предводитель своего и ополчения, и дружины, конечно же, своей княжеской. И к великому сожалению, вот после этих событий их родной брат, князь Андрей Александрович, идет на совершенно беспрецедентные шаги. Едет в Золотую Орду и набирает с собой огромные войска монголо-татар. Это так называемая Дюденева рать, которая прошлась по Руси в 1293 году. Вот мы видим, насколько позорно поступали некоторые князья, когда обращались специально к монголо-татарам. А для них-то земли русские это не свои. Они приходили только пограбить, забрать себе побольше всего драгоценного, увезти в плен еще кого-то. А князья наши при этом решали какие-то свои политические амбиции. И вот князь Андрей, он выступал против князя Дмитрия Переславского, старшего из сыновей Александра Невского. И Данил поддерживал именно Дмитрия, но силы были слишком неравны. И князю Дмитрию пришлось бежать из Переславля. Переславль как основной центр его пребывания рассматривался, хотя он был и князем великим Владимирским. И вот эта рать подходит к Переславле. Но тут оказалось, что все жители города Переславля, они заблаговременно удалились. И те, значит, стоят несколько дней перед пустым городом, не знают, что к чему. И поэтому дальше пошли грабить все остальное, что находили. Пограбили очень много городов. И вот князь Даниил Московский, для него, понимаете, ситуация, она была в плане военного сражения, она просто безвыходная. Поэтому князь Даниил был вынужден запустить в город Москву монголы-татар, чтобы избежать вообще поголовного истребления жителей города. И, конечно, приходилось очень откупаться, да. И, конечно, монголы-татары, они вывезли все, что хотели вывезти. Но, по крайней мере, жизни людей были спасены, а после их ухода святой князь не жалел своего собственного имущества, чтобы восстановить жизнь простых горожан. И он от своей собственности уделял тем, кто разорился. И мы знаем, что уже буквально через год после этого Москва смогла восстановиться. Князь Дмитрий Переславский, не выдержав таких вот потрясений, он умер. А сын его, Иван Дмитриевич, смог стать князем в Переславле. То есть, все-таки город этот удалось отстоять. Его не отдали князю Андрею. И, значит, вот Даниил Московский поддерживает своего племянника, поддерживает сына почившего князя. И между ними складываются очень такие тесные отношения. Ну и на тот период это такой был тройственный союз. То есть, Москва, Переславль и Тверь. Даже какое-то время вот три города, они противостояли. И они противостояли именно князю Андрею, который стал, конечно, великим князем путем вот таких не очень чистоплотных действий. Но за счет вот того, что у них был союз, они смогли удержаться. Не раз святой Даниил участвовал в княжеских съездах. И на этих съездах он всегда придерживался политики мира. Он выступал против такого вооруженного противостояния. И иногда вынужден был даже жертвовать своими землями. Например, вот был такой период, когда новгородцы очень упрашивали, чтобы именно Даниил Московский стал их князем. И действительно, он вступил в права новгородского князя. Но для того, чтобы хотя бы как-то вот, так сказать, умиротворить князя Андрея, вот этого неспокойного, который часто призывал монголы-татар, вот чтобы как-то его умиротворить, склонить к миру, святой Даниил отказался от Новгорода в пользу князя Андрея. И тот вот туда направил уже своего сына. Ну, за счет этого удалось добиться хотя бы каких-то договоренностей. Но если возникала необходимость, то святой Даниил, конечно, брался и за меч. Дело в том, что рязанский князь Константин, будучи настроен против московского князя, тоже пригласил себе в поддержку татар. То есть, понимаете, татары, так сказать, укрепляют войско князя Константина. А святой Даниил, понимая, что сражений не избежать, он заранее выдвигается, захватывает коломну, которая являлась очень важным таким центром, тогда в пределах Рязанского княжества, и быстро вступает в сражение с войском князя Константина. И в этом сражении князь Даниил побеждает. И как пишут летописи, очень много татар было побито. И вот это сражение, это 1300 год, это было на самом деле самое первое сражение на Руси, когда татарам нанесли поражение. Пусть эта победа еще была такая локальная, как бы малозначимая, но это уже была победа. И совершил ее, осуществил именно святой Даниил Московский. И это дело было очень рискованное, потому что ханом являлся хан Тохта. А вот этот хан Тохта, он неоднократно посылал свои карательные экспедиции на Русь, и он вторично разорил город Киев. То есть первый раз это, значит, 1240 год, а потом это хан Тохта вторично разорил Киев. И, как сказано в летописях, весь Киев, весь город разыдесят. То есть все жители, которые там были, они абсолютно оставили город и ушли в другие места. То есть если в 1240 году осталось около 200 дворов в Киеве, то вот благодаря хане Тохте полностью оставили жители Киев, разошлись. И, кстати, митрополит вынужден был переселиться, ну там поначалу разные места, но переселился он в итоге, митрополит Максим уже, как раз вот эти вот 1299, 1300, 1301 года, он переселяется во Владимир. И там, когда он молился в келье, святитель Максим, то в видении ему явилась Божья Матерь, благословила его и вручила ему амафор. И когда видение окончился, то амафор, полученный из причистых рук Божьей Матери, остался в руках митрополита Максима, как бы знаменное благословение, что вот с юга митрополит переселился уже на северной территории Руси. А чуть погодя, там пройдет около 25 лет, и митрополита из Владимира уже переселится в город Москву при сыне святого Даниила Московского, князя Иоанне Калите. То есть вот такая связь, таков промысл Божий. Но вот эта первая победа святого Даниила Московского, повторим, что она была очень рискованным шагом, но как-то так вот Господь устроил, что карательной экспедиции не последовало. Видимо, эта стычка, она была как бы локальная, и как бы разбирательство просто вот двух князей друг с другом. И что мы знаем еще по поводу вот этого сражения? То, что сказано в летописях, некой хитростью удалось как-то взять в плен самого князя Константина, Константина Рязанского. И святой Даниил привез его в город Москву, но содержал не как пленника, не в какой-то темнице, а как вот почетного гостя, и рассчитывал на то, что с ним будет заключен мир. То есть святой Даниил, он очень был миролюбив к другим князям. Даже если были вот такие стычки, он не искал вражды, он хотел путем милосердия христианского склонять к себе, да, вот к таким дружеским отношениям. И, к сожалению, князь Константин, он не заключил такого договора, который хотел иметь святой Даниил. И поскольку святой Даниил уже, ну, спустя небольшое время после этого умер, то вот Константин Рязанский, получается, он не воспользовался этим моментом и остался в плену. А старший сын Даниила святого, князь Юрий, он вот отличался, к великому сожалению, таким жестким характером. И спустя некоторое время он казнил князя Константина. То есть вот мы видим, насколько все было очень жестко в то время, и насколько все могло трагично заканчиваться для тех или иных князей, но сам святой Даниил, он вот по меркам того времени, он действительно был просто вот святой князь, который шел на какие-то удивительные шаги милосердия, дружелюбия, кротости, смирения. Ну, а Коломна, она так и осталась присоединенная к московскому княжеству. И надо прямо сказать, что все-таки другие князья, они, видя характер действий святого Даниила Московского, они зачастую тоже признавали его добродетели, христианские добродетели. Вот, допустим, племянник Иван Дмитриевич, тот самый, который стал князем в городе Переиславле, и он был бездетным, и он свой удел завещал именно дяде своему, просто люди достаточно рано умирали в то время. И вот, умирая, да, Иван Дмитриевич, он завещал именно святому Даниилу Московскому город Переиславль. И в летописи сказано, потому что больше всех он любил именно князя Даниила. Ну и действительно, удел Переиславский присоединился к городу Москве, а потом, значит, присоединилась еще и Можайская земля. Получается, что к концу правления князя Даниила его княжество вдвое увеличилось по территории. Вот такой удивительный был прирост, и потихоньку, начиная именно со святого Даниила Московского, княжество города Москвы, оно начало возрастать. И как бы отталкиваясь вот от бассейна реки Москвы, и дальше вот, дальше, дальше, дальше. И получилось так, что, ну, конечно, в этом и промысл Божий, какие-то естественные причины, что и дороги, они пересекались, основные торговые пути через город Москву. Дороги шли через Москву, например, из Киева в Ростов, там, или из Новгорода в Золотую Орду, из Брянска во Владимир. Вот они все проходили именно через Москву, и вообще там восемь дорог пересекалось. И сама Москва, Московское княжество было также окружено другими княжествами, то есть, если какие-то шли нашествия с разных сторон, то прежде всего периферийные княжеств встречали основной, это первый такой удар, а дальше уже Москва, да. То есть, она потихонечку формировалась, но во многом, конечно, я думаю, что это было благословение Божие, и у истоков града Москвы, как града, который собирал вокруг себя земли русские, стоял именно святой человек, святой Даниил Московский. Он завершил свой земной путь в 1303 году, и уже чувствуя переход в иной мир, он расстается со своим княжеством и принимает постриг в своем Даниловом монастыре. Да, надо сказать, конечно, что у него была до этого и семья, и родилось у него 10 детей. Конечно, вот старший сын его, Юрий, он был немножко такого жесткого характера, а вот потом особенно выделялся сын его Иоанн Калита, который тоже прославлен в лике святых, и как мы сказали, да, и он продолжал вот эту вот политику объединения русских земель вокруг града Москвы. Конечно, если посмотреть дату, вот когда умер святой Даниил Московский, 1303 год, получается, ему было всего лишь 42 года. Ну, к сожалению, вот столько зачастую жили люди тогда, да, разные болезни, эпидемии, трудно сказать, что там какая болезнь могла приключиться, но он оканчивает свою жизнь в постриге, он оканчивает жизнь как простой монах, и он завещал похоронить его на простом монастырском кладбище, как простого монаха, без каких-то вот княжеских почестей. Это впоследствии, когда Кремль значительно возрос, укрепился, вот соборы белокаменные возвысились, то правители града Москвы, князей, царей их уже хоронили в Архангельском соборе, а вот основатель не так, он отличался удивительным смирением. И, представляете, проходит какое-то время, и Данилов в монастыре, он вообще оказался тоже как бы немножко вот на периферии, в каком-то запустении, так что к 15 веку полностью пришел в забвение, и даже вот место погребения князя святого Даниила, оно, ну, он еще не был прославлен в лике святых, оно тоже начинало уже приходить в забвение, только вот в памяти некоторых людей оставалось, и вот во второй половине 15 века, когда великий князь Иван III со своей свиты проезжал через эти места мимо Данилова монастыря, то один юноша на коне, он немножко замешкал, отстал, и вдруг вот когда он проезжает, вот этот юноша, и вдруг перед ним какой-то человек является, юноша испугался, а тот говорит, что ты не бойся, я христианин, я Данил Московский и господин этого места, и вот передай великому князю, что ты себя, значит, всячески там утешаешь, в покое содержишь, а про меня забыл, но я не забыту Бога. И юноша, да, ну, на этом видении закончилось, юноша приезжает к великому князю Иоанна III, тот говорит, где ты был, почему задержался, и он ему пересказывает про это видение. А ведь Иоанн III, он же потомок святого Данила Московского, это уже Московская династия, и он понимает, что благочестив был князь Данил Московский, что надо его все-таки чтить, и он повелел служить о нем панихиды. Он повелел в честь его, в память о нем раздавать милостыню, чтобы как-то поминали его в храме. Потом проходит еще какое-то время уже при сыне Иоанна III, это уже Василий III, великий князь, этими местами тоже проезжали, значит, и вот там князь Шуйский едет. И князь Шуйский, он решил, ну, там был какой-то привал, остановка, и князь Шуйский решил на своего коня залезть, отталкиваясь от какой-то могильной плиты. И вот наступил на могильную плиту, а мимо проходил простой человек, и он говорит Шуйскому, что не дерзай встановиться на эту плиту, потому что здесь покоится великий князь Данил. Конечно, по титулу Даниил Святой Московский он не был великим князем, но он был велик пред Богом. Вот так говорит простой тот человек, а Шуйский отвечает, пренебрежительно отвечает, мало ли тут князей лежит. Ну, действительно, если так вот посмотреть, князей было на Руси достаточно много, в разных местах они покоились, но Святой Данил – это был все-таки особенный князь. Ну, кроме того, нехорошо вообще становиться на плиту не только князя почившего, но просто обычного даже человека, потому что это наше непочтение почившему. А ведь каждый человек – это образ Божий, даже когда он покидает земной мир, душой своей он отправляется на суд Божий, телом покоится в земле, и мы должны оказывать почитание, ибо так установлено нам от Господа Бога. И вот, значит, этот Шуйский говорит, что мало ли тут князей лежит, и как только он произносит, тут же конь его вздыбился, упал на землю и тут же умер. Ну, такое было знамение за непочитание святого князя, а при этом конь придавил самого князя Шуйского, и тут же другие подбежали, вот вытащили его. Он понял, что согрешил, велел петь молебен покаянный, чтобы простились ему эти грехи. Тут же, значит, ослужили молебен, а о князе Данииле они ослужили панихиду. И, значит, он приложился к этой плите и получил исцеление. Вот такой случай был записан, сохранился. А потом уже при Иване Грозном, при Иване Грозном монастырь стал возрождаться святого Даниила Столпника. И, соответственно, место упокоения князя Даниила Московского, оно тоже уже пользовалось таким вот особым почитанием. Как-то мимо этого места по реке Москва проплывал некий купец с сыном, и сын его сильно разболелся уже вот даже до смерти, пришлось остановиться. И сына принесли вот в этот монастырь, стали им служить молебен о здравии и положили сына на плиту надгробную. И как только он прикоснулся к плите, которая покрывала захоронение святого Даниила Московского, то он тут же получил исцеление. И вот таких случаев было очень много. Они распространялись в народе. И, в общем, потихонечку Господь явил своего угодника людям. И уже при Алексее Михайловиче в 1652 году царь Алексей Михайлович вместе с патриархом Никоном, они обрели мощи святого Даниила Московского. И потом, значит, он и прославлен был в лике святых. И мощи святого Даниила пребывали в обители вплоть до 20 века, до 1930-х годов. И сохранились воспоминания архимандрита Даниила Сарычева, который в 20-е годы 20 века был послушником Данилова монастыря. И ему говорил один из епископов, который участвовал в переоблачении мощей святого Даниила Московского. И тот епископ говорил, что как будто святой князь Даниил лежал как живой, что как будто он сейчас откроет глаза, встанет и пойдет как живой. Настолько нетленные были мощи святого угодника. Но, к сожалению, из-за революции, из-за этих безбожных всяких движений, мощи святых подвергались всевозможным гонениям. Не только люди, но и святыни подвергались гонениям и что-то даже пытались уничтожать. И вот монастырь Данилов, он был закрыт в 1930 году, то есть достаточно поздно. Мощи находились в одном из храмов. До 1932 года приток людей не кончался. И однажды ночью вот такие сведения, что кто-то вывез мощи святого Даниила, неизвестно куда, да, и вообще неизвестно, кто их вывез. И так они исчезли, причем нет документов о том, что НКВД это осуществляло. Кто-то говорит, что может быть сама братья монастырская спрятала мощи святого угодника, чтобы их не уничтожили. Ну, во всяком случае, до сих пор неизвестно их местонахождение. А может быть, святой Даниил, он до определенного времени скрывает присутствие своих мощей, чтобы вот впоследствии явить как некое особое благословение граду Москве. Хотя и до сих пор, и вот и сейчас именно он является нашим святым предстателем, который ходатайствует за град Москву и за весь русский народ пред престолом Господа Бога. И можно сказать, что он один из покровителей вообще русского народа, и вообще Руси святой, потому что Русь стала собираться именно вокруг града Москвы. И благодаря святому Даниилу Русь и град Москва держатся до нашего времени и с Божьей помощью будут стоять до скончания века. Мы верим в это, потому что молитва святых угодников, которые на небесах предстоят пред Господом, она очень и очень велика. По молитвам святого князя Даниила Московского, Господь да помилует и сохранит всех нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok